Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый вечер у кого-то, я смотрю уже. Коллеги, слушатели, спасибо, что нашли время и возможность поучаствовать в рассмотрении достаточно актуального вопроса, связанного с проблемами речевого развития наших детей, ну и поговорим, конечно же, пути их решения. Добрый день, хотелось бы начать сегодня наш с вами разговор словами Йорга Егеля. Речь – это удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им. Действительно это так, это высказывание достаточно актуально, и не случайно я его сегодня взяла в самом начале нашего с вами разговора. Богатый, велик, могучий русский язык, умение говорить красиво, правильно, умно, ценилось в прошлое время, в прошлые времена, и, конечно же, ценится во все времена, и сегодня тоже. А вы, уважаемые коллеги, согласитесь, наверное, с тем, что проблема развития речи становится все более актуальной в нашем обществе. Мы можем наблюдать с вами следующее, что в нашем обществе преобладает рост числа детей с выраженными речевыми нарушениями, спектр речевых нарушений очень обширный, и тенденция идет к тому, что существует сочетаемость речевых нарушений с другими нарушениями, сопутствующими нарушениями. Речь – великий дар, благодаря которому люди получают широкие возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует взгляды, формирует убеждения, и речь оказывает человеку огромную услугу в познании окружающего мира. В деятельности людей нет, в общем-то, такой области, где не употреблялась бы речь. Она нужна нам с вами везде, и особенно на этапе обучения. От ее качества зависит, конечно же, и успешность обучения наших с вами детей. При помощи общения ребенок легко и незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнает много нового, интересного, может выразить свои мысли, свои чувства, эмоции, переживания, может выразить желания, требования. На появление и становление речи природа отводит не так много времени, надо это заметить. Это ранний возраст и дошкольный возраст. Этот период, он чаще всего является благоприятным для развития речи, в частности, устной речи, потому что письменная речь, как вы знаете, она формируется уже в школьный период, в начальных классах. Поэтому именно тогда, в общем-то, и закладывается в этот период, в ранний возраст, дошкольный возраст, закладывается тот фундамент, та основа для письменных форм речи, таких как чтение, письмо и последующего речевого и языкового развития ребенка. С развитием речи связано и формирование личности, и всех психических процессов. Отмечу, что речевая функция является одной из важнейших психических функций. Овладев речью, ребенок осознает, планирует, регулирует свое поведение, но и речевое общение создает необходимые условия для развития личных, различных форм деятельности и, конечно же, социализации в целом. Основная цель, которую преследуют педагоги речевого развития, это развитие свободного общения в социуме, как со взрослыми, так и со сверстниками, детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Речевое развитие – это важно из всех образовательных областей. Не менее важно, конечно же, и познавательное, и физическое развитие, а также художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. Но, возможно, при полноценном развитии детей в любом из этих образовательных областей, без речи вы отлично понимаете, что невозможно. Без общения, без коммуникации. Говоря о познавательном развитии, это всегда многочисленные вопросы, ответы, беседы, объяснения, постановка проблем, может быть, уточнения, но и сам процесс чтения. Что же касается физического развития, мы не можем обойтись без правил, мы не можем обойтись без команд, объяснений. В художественно-эстетическом – это работа над художественными образами, это знакомство со стихотворениями, литературными текстами, ну и, конечно же, их обсуждения. Уже в самом названии «Социально-коммуникативная область» звучит та необходимость использования речевых средств для реализации намеченных задач. Поэтому о месте речевого развития, полноценном формировании личности, я думаю, что спорить смысла нет. Каково же все-таки состояние развития речи детей на современном этапе? Вот здесь вот, конечно же, хочется сказать о суровой реальности, то, что нас с вами окружает. Казалось бы, век компьютерных технологий, информационных технологий. У детей, казалось бы, есть все для того, чтобы развиваться. Компьютеры, телефоны, телевизоры, интернет. Но почему-то все больше и больше в нашей жизни встречаются дети с речевыми нарушениями. В современное время наши дети мало проводят времени в обществе родителей. Все больше это все-таки компьютер, телевизор, игрушки. И редко они слушают рассказы, сказки из уст родителей. А уж дома о развивающем речевом занятии вообще говорить не приходится. Это достаточно редко. Проблема речевого развития детей на сегодняшний день, на современном этапе, достаточно актуальна. И как педагоги, мы с вами лицом к лицу встречаемся с данной проблемой. Каждый день причем. К сожалению, процент детей с различными речевыми нарушениями остается не просто стабильно высоко, а постоянно продолжает расти. Приведу пример диаграммы, где видно, что уровень речевого развития детей настолько велика, что настолько неудовлетворительна. И она растет день ото дня, становится все более актуальной. Ну и вот приведу небольшую статистику. Статистика речевых нарушений по России содержится сравнение нескольких периодов. Здесь представлены на слайде 80-е года. Дальше период с 2004 по 2014 год и с 2015 по 2020 год. Это доклад о состоянии здоровья детей в Российской Федерации касаемо именно речевого развития. Ну и вы видите, что если в 80-х годах нуждалось в помощи лишь 25% детей, то согласно данным Минздрава на период с 2004 по 2014 год было объявлено увеличение частоты случаев в среднем на 44%. Ну а показатели с 2015 по 2020 вы тоже можете созерцать. На слайде они тоже увеличиваются. В целом, говоря о уровне речевого развития у современных детей, особенно дошкольников, можно характеризовать как неудовлетворительный. Эта проблема действительно настолько актуальна, что нам, педагогам, приходится с этим сталкиваться, приходится работать в этом направлении. Какие же проблемы речевого развития существуют? Отмечу, что дети, наши дети поколения Z, они поздно начинают говорить, они начинают медленно разговаривать, медленно развивается у них речь, поздно говорят. У детей наблюдается нарушение речи, нарушение звукопроизношения. Устная речь не всех детей, пришедших в школу, можно назвать достаточной для их дальнейшего развития, для их дальнейшего становления, как субъектов учения. У детей-дошкольников, пришедших в школу, малый словарный запас, неправильное произношение шипящих и сонорных звуков, неумение выстраивать высказывания в логической последовательности и совершенно отсутствует в большинстве случаев культура общения. Это не полный список тех проблем, с которыми приходится сталкиваться. Далее, говоря о развитии речи, нужно назвать, конечно, и типичные проблемы развития речи дошкольников. Сталкиваемся с односложной, ситуативной речью. Речь детей состоит из простых предложений. Это еще хорошо. Дети многие просто-напросто не говорят. А это, в общем-то, неспособность грамматически правильно строить предложения, распространять предложения. Бедность речи. Бедность речи, она у нас появляется из-за того, что недостаточный словарный запас. Замусоренность речи наших детей словами-паразитами, сленговыми словами, употребление нелитературных слов и выражений. А это результат просмотра телевизионных передач, всевозможных роликов. То есть все то, что они смотрят благодаря нашему интернету. Далее следует отметить, что бедная диалоговая речь, способность грамотно и доступно формулировать вопрос, строить ответ, хотя бы краткий, не говоря уже о развернутом ответе, если это необходимо и уместно. Неспособность строить монолог, например, сюжетный или описательный, рассказ по предложенной какой-то тематике, пересказать текст своими словами. А ведь это все необходимо для школьного образования, для школьного обучения. То, что закладывается именно в период дошкольного возраста. Отсутствие логического обоснования своих, утверждений и выводов. Отсутствие навыков культуры речи. То есть дети наши не умеют использовать интонацию, регулировать громкость голоса, темп речи, тембр и так далее. Ну и плохая дикция. Дети не выговаривают звуки. Это потом скажется, конечно же, на их письменной речи. Речевые нарушения, они затрудняют общение. Это бесспорно. Отрицательно влияют на мыслительную деятельность. Ну и, конечно же, ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка. Ограничивают владение понятийным значением и речевыми образцами. В чем же дело? Что же влияет на развитие речи детей? Экология? Вредные привычки родителей? А может быть, это родовые травмы или болезнь матери во время беременности? Причин достаточно много. Это могут быть и различные заболевания мамочки. Это могут быть и различные заболевания детей в первый год жизни. Дальше это... Также нужно отметить и запущенность, и педагогическую, и социальную. А может быть, все-таки это будет несколько причин. Но давайте будем все-таки разбираться. Что же относится к негативным факторам, которые влияют на речевую среду, на речевую функцию? К негативным факторам, влияющим на речевую функцию, относятся, прежде всего, это нужно отметить состояние здоровья. Состояние здоровья наших детей. Современное поколение, поколение Z, отличается достаточно слабым здоровьем. В последние годы быстро увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, гиперактивных детей, детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Наблюдается дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи. Родители совершенно, может быть, некомпетентны в этих вопросах. Дальше следует отметить глобальное снижение. Мы можем наблюдать речевую культуру в обществе. Так вот, она тоже постепенно у нас снижается. Причем большими темпами. Ну и существенное сужение объема живого общения родителей и детей тоже влечет за собой вот этот дисбаланс. который потом будет отражаться. А также хотелось бы отметить еще и тот факт, что недостаточно внимания. Мы с вами, педагоги, отдаем речевому развитию ребенка в силу разных тоже обстоятельств. Ну и одна из них, может быть, мы некомпетентны в этом вопросе, либо у нас просто нет времени. Что же относится к причинам низкого речевого уровня наших с вами детей. Некомпетентность педагогов по проблемам становления речи. Педагог вроде бы и знает методику, но не владеет технологией. При проведении занятий он видит себя, приемы, но не видит ребенка. Далее это речевое развитие рассматривается как изолированный психологический процесс в отрыве от мышления, от эмоций, от воображения. Хочу заметить, что все-таки развитие речи рассматривается как подражание. И мы часто забываем про формирование языковых обобщений. Принцип формирования элементарного осознания явления языка, а он, в общем-то, является основополагающим. Мы помним, что в основе овладения речью лежит не только имитация подражания взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка. Образуется своего рода внутренняя система правил речевого поведения, которая, в общем-то, позволяет ребенку не просто повторять, но и создавать новые свои высказывания. Далее это обучение языку идет в лингвистическом формате. Игнорируются коммуникативные умения. Отсюда, в общем-то, и отсутствие культуры речи и культуры общения у наших с вами детей. При обучении педагоги ориентируются на средний уровень развития ребенка и чаще всего используют фронтальные методы. Работа по развитию речи, она достаточно кропотливая. И результат мы можем не увидеть сразу. Поэтому, в общем-то, работа ежеминутная и результат, который, в общем-то, может быть виден только через какой-то промежуток времени. Следующее, это родители не понимают свои функции. Общение с ребенком должно начинаться с рождения. Точнее, даже можно сказать, в пренатальный период до появления ребенка на свет. К сожалению, этого наши родители до конца не все понимают, не все осознают этого. Многие дошкольники имеют задержку речевого развития, задержку психического развития. Причем хочу отметить, что самой многочисленной категорией среди всех дошкольников с отклонениями в развитии являются именно дети с речевыми дефектами. И их количество колеблется от 45 до 60%. А если ребенок здоров, то что является основной причиной? К сожалению, все-таки это запущенность, либо социальная, либо педагогическая. Попробуем разобраться все-таки, что является первопричиной и откуда все-таки у нас растут ноги, так скажем. Развитие ребенка начинается, конечно же, в семье. И родители сами закрепощают речевое развитие своего же ребенка. И сами не замечают этого. В чем же это проявляется? Конечно же, первое, на что я хочу обратить внимание, это гиперопека. Вот ребенок родился, родители стремятся соблюдать санитарно-гигиенические нормы, режим питания, кормим по часам, по необходимости, обеспечивают всевозможными игрушками, прям вот заваливают игрушками. Пытаются предугадать желания ребенка до того, как он им озвучит. Они даже не дают попытки ответить на вопрос, который только что вроде бы был озвучен самостоятельно. Пытаются ответить на этот же вопрос сами. Ну и постоянно подсказывают, договаривают за него то, что они бы хотели услышать. И даже когда ребенок, показывая пальчиком, требует или просит подать ту или иную игрушку, родители даже не обращают внимания на то, что ребенок должен сказать, он должен обратиться к нему за помощью. Следующее – это тревожность. При приеме пищи родители боятся того, что ребенок подавится. И чаще всего перемалывают пищу с помощью блендера, либо покупают, дабы сейчас огромный ассортимент в магазинах, каш, пюре, которые, в общем-то, имеют консистенцию пюре. Поэтому вот тем самым они затрудняют развитие мышц речевого аппарата и мышцы ослабевают. Опасаясь за здоровье ребенка, родители мешают ему исследовать мир, свободно перемещаться, трогать взрослые предметы. А вы знаете, что дети познают мир через что? Через язык, конечно же. Следующее – это подгузники, всеми любимые. Дети вынуждены регулярно привлекать внимание. Есть необходимость покушать, есть необходимость сходить по нужде. И природой заложено, что они должны, в общем-то, это показывать, показывать действиями, показывать криками. Но памперсы не дают повода для коммуникации. Поэтому дети круглосуточно одеты в памперсы. И, в общем-то, такой проблемы общения, опять-таки, не возникает. Соска тоже часто становится проблемой для развития речи современных детей. Если у ребенка постоянно занят рот, то речевой аппарат, конечно же, не развивается. Ребенок начинает познавать мир, задает вопросы, побуждает, пользуется тем самым, пробует все на вкус, плачет. А родители пытаются его угомонить. Соска им в помощь. Далее – это протест ребенка из-за чрезмерного давления со стороны взрослых. Когда наши родители просят – скажи, повтори за мной. Нет, не нужно. Наоборот, может быть, помолчи. Закрой рот. Вот подобные фразы, подобные действия приводят к тому, что дети замыкаются. Замыкаются в речевом развитии своем, в речевом негативизме. А в дальнейшем, в общем-то, это влечет за собой, конечно же, задержку речевого развития. Запреты, вот эти те же самые фразы, которые мы слышим, да. Ты пока еще маленький, молчи, не лезь, ты не видишь, что разговаривают взрослые, перестань петь, ты можешь потише, закрой рот. Все вот это слыша, ребенок, конечно же, воспринимает, и у него пропадает любое желание говорить. Он уходит в себя. Поэтому в общении дети, в общем-то, не нуждаются, раз такое отношение родителей. Возможно, даже происходит, что ребенок пугается, пугается, сопротивляется давлению, а у него развитие речи, в общем-то, тем самым заглушается. Следующее, на что следует обратить внимание, это, конечно же, дефицит общения. И сразу вспоминаю я небольшой сюжет, небольшой ролик, где учительница делится своим опытом, прочитывая сочинения своих подопечных, своих детей, читая сочинения одного из ребенка, одного из детей, где ребенок пишет, что как бы я хотел быть телефоном, что папа и мама постоянно заняты с телефоном, что они постоянно разговаривают по телефону. И учительница поделилась этим сочинением со своим мужем, и муж говорит, как же мне хочется обнять этого ребенка, а учительница говорит, так вот, он сидит в соседней комнате. Оказывается, что это как раз их сын, который хотел бы быть на месте этого телефона. Так вот, дефицит общения, он тоже играет огромную роль в развитии речи. С ребенком не просто нужно разговаривать, считая, в общем-то, это как обязанность. Взрослые как будто ждут, что вот он подрастет, он сам заговорит, однако дети не могут научиться говорить, просто слушая, слушая телевизор, слушая телефон, слушая, может быть, разговоры родителей, речь, она развивается только при непосредственной коммуникации, когда обращаются к ребенку лично, когда задают ему вопросы, когда ведут некий диалог. В некоторых семьях, в семьях, как только ребенок научился сидеть, его тут же сажают за экран телевизора, планшета, телефона, неважно, совершенно вытесняются тем самым разговоры бабушкины сказки, мамины колыбельные песни, да и просто разговор о том, как прошел день, как у тебя дела и тому подобное. Экран сегодня становится главным воспитателем наших с вами детей. По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей смотрят на экран 28 часов в неделю, то есть около 4 часов в день что намного превосходит время общения со взрослыми. И даже могу сказать больше, что в день мы с детьми общаемся около 20 минут, не больше. Это, казалось бы, вроде бы безобидное занятие, но вполне устраивает и детей, дети тихо сидят, и родители, родителям не мешает ребенок. А в самом деле ребенок смотрит, ребенок не пристает, ничего не просит, получает какие-то впечатления, узнает что-то новое. Но однако это кажущееся безобидное занятие таит в себе серьезные опасности и может повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка, но и для его психического развития в целом. Ну и как следствие конечно же речевого развития. Первое это отставание развития речи, ну а позже наши дети начинают говорить, разговаривают мало, разговаривают плохо, ну и конечно же речь у таких детей бедна, примитивна. В раннем дошкольном возрасте с ребенком нужно общаться, вместе читать, вместе учить стихи, потешки, заниматься пальчиковой гимнастикой, собирать, собирая например шишки в лесу, обратить внимание на какие-то шишки, откуда они эти шишки. То есть связать все-таки с тем окружающим миром, задавать вопросы, вести диалог, играть вместе с ними, но и родители считают, что это в общем-то достаточно устаревший метод. А нет, дорогие уважаемые родители, мы живем в общем-то в современном мире и детям необходимы конечно же современные игрушки, но не нужно забывать о том, что давая для просмотра планшет или вставляя соску пойти заниматься своим делом. Компьютер, телевизор, они все чаще, а в некоторых семьях даже в общем-то заменяют чтение сказок. Та же самая Алиса заменяет беседу с родителями, совместные прогулки, совместные игры, и дети лишаются возможности услышать правильную красивую русскую речь. Ведь не секрет, что сегодня в средствах массовой информации отнюдь не всегда мы можем услышать с вами эталонную речь, тем более, что и взрослые не всегда могут проконтролировать те телевизионные программы, которые смотрят наши дети, которые могли бы их научить правильно говорить. повторение за взрослыми, если ребенок постоянно контактирует, то, конечно же, вот работа с человеком, который испытывает проблемы с речью, тоже отпечаток свой, конечно, откладывают. Картавость, гнусавость, может быть, взрослые заикаются, вот, и это дети как губка перенимают, то есть, могут быть вот как раз проблемы, которые детям от взрослых перенимают в свою речь. Ну, и еще одна проблема, это опережающее развитие. Некоторые родители одержимы идеей воспитателя своего ребенка гения. Или еще есть такой факт, что вот все, что не дадали мне, я дадам своему ребенку. Дети так интенсивно пытаются, детей, вернее, так интенсивно пытаются развивать, что у них формируется своеобразная защитная реакция. Я в домике. Не только ничего не вижу, но ничего не слышу, но и сказать ничего не могу. Здесь нарушение развития речи вкупе с коммуникационными, то есть аутистическими тенденциями в развитии, которые, в общем-то, впоследствии может тоже, в общем-то, лавиной нарастать. Пример, какой можно привести? Это изучение иностранного языка. На практике такие дети редко вырастают билингвами, но часто имеют речевые проблемы. Путают слова, путают звуки разных языков, ну и многие родители пытаются тем самым опередить развитие в кавычках. Необходимо знать не только русский, но, например, английский язык, это мода. Погружение детей в иностранный язык часто начинается где-то в 3-4 года, иногда в 5. При этом не учитывается, что практически все языки мира, они вступают в некое противоречие друг с другом по целому ряду характеристик. Приведу только один пример. Каждый язык имеет звуки, которые характерны только для данного языка, для конкретного языка. а нормальное обучение иностранному языку, оно все-таки подразумевает работу, определенную работу, например, над правильным произношением, да, работу над правильным произношением. при этом не учитывается тот факт, что есть любые межзубные произношения звуков в русском языке, в первую очередь это касается шипящих и свистящих и считается речевым дефектом, межзубным сигматизмом, так называемым, требующим достаточно серьезной работы по его исправлению. А в английском языке есть целая группа межзубных звуков, которых нет в русском языке. Поэтому вот это противоречие, что на одних занятиях следует упражнять детей в межзубном произношении звуков, а на других наоборот делать все, чтобы ребенок не использовал подобное произношение. Также особенностью современной ситуации является и более раннее обладение чтением. При этом часто речевое развитие подменяется прямым специальным обучением чтения. А задачи все-таки формирования устной речи уходят из-под контроля и невнимания взрослых. Письменная речь в этом случае ложится на неподготовленную речевую почву детей. Ну и в последующем часто это приводит к различным расстройствам, как чтение письма, таких как дислексия и дисграфия. В общем, таких проблем достаточно много. Задаемся вопросом, а когда все-таки нужно начинать беспокоиться? Ну и вот на данном слайде я привожу пример. Будущее нарушение в развитии речи в общем-то можно выявить. и уже с первых месяцев жизни педиатры определяют задержку речевого развития по следующим признакам. Эти признаки я озвучивать не буду. Я думаю, что в общем-то обращу только внимание на то, что если ребенок к трем годам по каким-либо обстоятельствам не может выражать свои мысли, есть у него задержка, то в общем-то ставится задержка речевого развития ребенка. В возрасте где-то от года и двух месяцев до года и трех месяцев должен ребенок уже выражать свои желания использовать определенные слова, которые в общем-то обращены ко взрослым. К двум годам малыш если не использует простых словосочетаний, например, таких как мама привет, пока-пока, хороший котик, при этом сочетание невнятных слов допускается, но вот если такие фразы он не употребляет, то в общем-то нужно все-таки побеспокоиться родителям. Отмечу, что в перечисленных критериях сроки можно назвать условными, к ним можно смело добавлять месяц или два, так как в общем-то порой именно этот период, месяц и два играет решающую роль и навык успешно формируется за этот срок, за месяц или два. Диагноз еще раз повторюсь, задержка речевого развития ставится в возрасте трех лет. Если ребенок диагностирует задержку речевого развития, ему необходима комплексная поддержка. Комплексная поддержка нескольких специалистов, таких как отоларинголог, который проверит слух, возможно малыш плохо слышит, поэтому в общем-то и не учится говорить. Дальше это нервопатолог, который установит нет ли органических повреждений в центральной нервной системе или может быть в коре головного мозга. Отмечу кстати, что по статистике где-то у 95% детей дошкольного возраста с проблемами развития речи также есть проблемы по части неврологии. Далее это психолог, который выясняет в каком состоянии находится психика, интеллект ребенка и при необходимости он направляет к специалисту, в данном случае это будет логопед, конечно, может быть это будет коррекционный педагог или может быть психиатр. Ну и логопед завершающий специалист, который проведет диагностику ребенка и подберет определенную траекторию работы, изменения для развития. В развитии приводит к тому, что кругозор ребенка не расширяется, поскольку он не задает вопросов, дети с плохо развитой речью, им труднее воспринимать абстрактные понятия, такие как имя существительное, имя прилагательное, ну то есть дальнейшее школьное образование, они не умеют обобщать, не умеют сравнивать, не умеют анализировать, ну и они испытывают трудности в усидчивости, внимании, им трудно использовать словесные конструкции. Ну и кроме того, проблема с речью, они возводят стену между ребенком и окружающим миром. Он становится замкнутым, обидчивым, неуверенным в себе, ну и в запущенном виде нарушения речевого развития могут стать причиной нарушения и мышления. Поэтому чем раньше все-таки будет оказана помощь, комплексная помощь, тем будет, конечно же, лучше. Что касается видов речевых отклонений, скажу только вкратце, так для общего, так скажем, знакомства, существуют следующие виды речевых отклонений в развитии устной речи, которые делятся на фонационные и системные. Системные отклонения это такие, как аллолия и афазия, они возникают из-за поражения коры головного мозга при развитии плода, в процессе может быть родов или в результате каких-то перенесенных инфекций, инсульта. В этом случае ребенок не всегда способен понимать смысл слов и правильно даже повторить их. И фонационные. отклонения более распространенные и их проще исправить. В этом случае ребенок речь понимает, но ему трудно воспроизводить звуки, выдерживать темп и владеть интонацией. Ну и назову несколько. Это проделалия, замедление темпа речи из-за трудности произношения отдельных звуков. Это дезортрия, невнятная речь, вызванная поражением центральной нервной системы, которая мешает развитию речевого аппарата. Это дислолия, искажение звуков, связанное с нарушениями нервной системы или особенностями речевого развития речевого аппарата. Одна из самых распространенных проблем с речью дошкольников это частые случаи кортавости и шепелявости. Это заикание, конечно же, которое проявляется в зацикленности или затянутое произношение слогов, нарушение темпа, ритма речи, может быть, неверные ударения могут возникнуть под влиянием сильного какого-то стресса, перенесенных инфекций, задержки или, наоборот, может быть, слишком ранним развитием. Далее это ринололия, гнусавость, которая возникает при хронических синуситах или, может быть, из-за аномального строения носовой полости и тахилалия, патологически быстрый темп речи. Ребенок очень чистит, может говорить взахлеб, но и бывает она связана все-таки с гиперактивностью и другими особенностями психического развития. То есть, это отдельная тема. Проблемы речевых нарушений, тоже о которых, в общем-то, я хотела бы сказать с речью у ребенка, иногда очень удивляет родителей, особенно если в семье никто не сталкивался с данными проблемами, с подобными трудностями, так скажем. Поэтому специалисты делят речевые нарушения на две группы, органические и функциональные. К органическим причинам органические причины изменяют механизмы в центральном и периферическом речевом аппарате, из-за чего, в общем-то, возникают сложности с произношением, а функциональные причины нарушают нормальную работу здорового речевого аппарата. Существует несколько органических нарушений. Это внутриутробная патология. Обычно в первый три семестр беременности плод очень восприимчив к любым воздействиям. Травмы матери, лечение сильными лекарствами, курение, перенесенные вирусные заболевания и другие факторы могут повлиять на будущую работу речевого аппарата ребенка. Далее это родовые травмы. Речь о воздействии на ребенка во время родов, при котором могут возникнуть внутричерепные кровоизлияния, они могут затрагивать речевые зоны и ребенка, что в будущем способно повлиять на развитие его речи. Среди причин таких травм может быть узкий таз мамы матери, может быть это механическая стимуляция, которая применяется во время беременности. Далее это наследственная предрасположенность, особенности строения речевого аппарата могут передаваться ребенку по наследству, например, строение неба, форма прикуса, особенности челюсти и даже тенденция развития речевых зон в коре головного мозга. Специалисты также выявили наследственную предрасположенность к заиканию. Несмотря на это, каждый случай хочу отметить, что он индивидуален, он уникален и исследователи не всегда придают значение генетической предрасположенности. исключать этот элемент наследственности нельзя, но речевые нарушения не всегда возникают по этой причине. И еще бывает, что несовместимость мамы и малыша по группе крови тоже одна из проблем. Проблемы, связанные со здоровьем первых лет жизни, первый год жизни ребенка, чаще всего тяжелые заболевания с различными осложнениями могут привести к полной, возможно, к частичной потере слуха, что впоследствии тоже повлияет на развитие речевого аппарата. К функциональным причинам логопеды дефектологи относят чаще всего это социально-бытовые условия ребенка, ребенок может научиться говорить только в социуме. Ему необходимо слушать речь, участвовать в разговоре, выражать свои мысли и если у ребенка нет этой возможности, они начинают говорить о житверстниках и очень часто в их речи мы слышим дефекты. Дальше это могут быть психологические травмы. Вот это давление, нарушения в речи могут возникать из-за сильного испуга или стресса определенного может быть давление со стороны взрослых ну и травмирующий опыт он может привести к заиканию к задержке речевого развития а возможно даже и прекращению вербального общения с другими людьми. Ну и речь окружающих зафиксированы случаи когда ребенок заикался или неправильно произносил звуки из-за того что он подражал взрослым взрослым у которых есть дефект в речи особенно часто такие ситуации происходят в семьях где вместе живут слышащий ребенок и слабослышащий а может быть даже глухой из родителей говоря о современной образовательной области такой как речевое развитие одной из самых важных образовательных областей которые преследуют следующие задачи вы тоже можете увидеть их на слайде все в общем-то способствует развитию речи детей культуре общения и расширению словарного запаса это все та область которой занимаются наши педагоги дошкольных образовательных организаций в программе детского сада в общем-то стоят задачи перед воспитателями научить каждого ребенка содержательно грамматически правильно связано и последовательно излагать свои мысли речь ребенка должна быть живой эмоциональной выразительной главным проявлением речи должна выступать попытка ребенка выразить свои мысли добиться понимания адекватности реакции со стороны окружающих но в общем-то конечно же педагоги стремятся к этому для успешного для успешного развития речи необходимо ребенка конечно же побуждать мотивировать интересно организовывать жизнь ребенка постоянно побуждать ребенка говорить создавать соответствующую обстановку но и не забывать про одаренных детей речью мы определяем судьбу ребенка из всех талантов самый главный талант это умение общаться общаться с окружающими взрослыми сверстниками и так далее какие же средства речевого развития мы для этого можем использовать это общение взрослых и детей которые формируют коммуникативные навыки это культурная языковая среда это речь педагога обучение на занятиях художественная литература различные виды искусства такие как изобразительная деятельность музыка театр ну и конечно же это современные технологии и современные методы мы педагоги обязательно должны создавать максимально благоприятную для этого среду условия то есть речевую развивающую среду это не только предметное окружение но и роль взрослого в организации воздействия на становление различной стороны речи ну и вот одно из них это конечно же общение одно из средств развития речи это речевое общение может осуществляться в разных видах деятельности в игре в труде в быте в учебной деятельности и выступать как одна из сторон каждого вида поэтому очень важно уметь использовать для развития любую деятельность рекомендуется как можно больше и чаще разговаривать педагоги должны побуждать мотивировать детей привлекать их в беседу в рассуждение высказывать какие-то определенные свои фразы ну тем самым в общем-то побуждать детей к речевому общению между собой давать указания поручения и так далее общаясь самое главное самое простое что мы можем сделать чтобы у ребенка в общем-то не было проблем с речью это разговаривать с ним общаться с ним с первых дней его жизни при этом общение не должно сводиться к однообразным бытовым таким функциям там вот пора спать иди поешь нужно обсуждать все что происходит вокруг подробно отвечать на любые почему почему у нас есть такой период почему иногда даже родители просто заняты не хотят общаться спрашивать задавать вопросы самим рассказывать интересные истории шутить от того как мы общаемся с ребенком во многом зависит как он будет строить свои отношения с людьми на всю оставшуюся жизнь исходя в общем-то из вышесказанного максимально необходимо создавать условия для развития детей что касается речи взрослых речь взрослых конечно же это пример для подражания речь ребенка развивается во многом в результате подражания речи окружающих подражая взрослым дети перенимают определенный опыт где-то может быть это достойный опыт где-то не очень недостатки в нашей речи отсюда сложились в общем-то определенные требования к речи взрослых речь должна быть доступной ясной красочной четкой фонетически и грамматически правильной и так далее то есть можно очень много назвать выразительной эмоционально насыщенной разговаривая с ребенком мы не должны торопиться слова должны произноситься четко громко ясно взрослый должен знать и соблюдать речевой этикет использовать как вербальные так и невербальные средства общения ну и слова взрослого должны соответствовать его делам его поступкам далее педагоги и родителям необходимо обеспечить развитие звуковой культуры речи следить за правильным произношением но если в случае необходимости конечно же поправлять упражнять детей в этом организовывать всевозможные звукоподражательные игры проводить занятия по звуковому анализу использовать чистоговорки скороговорки загадки стихотворения наблюдать за темпом громкостью речи детей об этом кстати я уже говорила в предыдущих вебинарах если кому интересно можно будет пересмотреть область речевого развития была лекция посвящена именно этому далее хотелось бы отметить что важнейшей формы организации обучения речи и языку в методике считается все-таки специальные занятия по развитию речи которые ставят и целенаправленно решают определенные задачи речевого развития если мы говорим о дошкольных образовательных организациях то конечно же это занятие по развитию речи если мы говорим о школьном обучении то это уроки развития речи без специальных обучающих вот этих занятий невозможно обеспечить на должном уровне речевое развитие детей это использование всевозможных игр веселых способов развития речевого аппарата например гимнастика для языка где как не на уроках на занятиях по развитию речи можно покривляться не только можно но и нужно покривляться всевозможные подручные средства которые мы можем использовать для развития речи это и дыхательные упражнения ну и кроме того сотни забавных упражнений на произношение разных звуков которые в общем-то ребенок с удовольствием будет повторять за вами при этом конечно же при подготовке учитель педагог должен отбирать тот материал который в общем-то необходим для того или иного занятия далее это на что следует обратить внимание конечно же как родитель так и педагог должен обеспечить детей условиями для обогащения их словаря создавать ситуации для включения детей в называемых действия может быть это игра предметная какая-то деятельность помогать ребенку овладеть обобщением может быть рассказать о чем-то перечислить может быть какие-то свойства явления и так далее ну и конечно же работа по обогащению словарного запаса антонимами синонимами амонимами дальше это развитие мелкомоторики ученые доказали что развитие мелкомоторики и развитие речи они очень тесно связаны между собой объяснение я думаю в общем-то не нужно отмечу только что на фалангах пальчиков находится наша с вами речь мелкомоторика она непосредственно влияет на ловкость рук на почерк который в общем-то формируется в дальнейшем ну и на скорость реакции конечно же ребенка нервные окончания которые находятся на фалангах пальцев они связаны с речевыми участками коры головного мозга поэтому развитию речи помогает пальчиковая гимнастика тоже их достаточно много этих пальчиковых игр можно сочетать их со стихами вот то есть все что мы можем использовать как в детских садах как в школах так в общем-то и родители я думаю тоже в общем-то это могут осуществлять массаж для пальчиков перебирание круп шнуровка то есть достаточно много действительно средств которые мы можем использовать но и говоря о речи конечно же нельзя не затронуть и связную речь развитие связной речи побуждать детей к рассказыванию к развернутому изложению определенного какого-то содержания описание своей игрушки описание того что он видит организовывать диалоги между детьми и взрослыми для того чтобы обеспечить развитие личности воспитанников конечно же необходимо в каждой возрастной группе создавать определенную предметно-пространственную среду развивающая предметно-пространственная среда она должна быть содержательной насыщенной трансформируемой полифункциональной вариативной доступной ну и конечно же безопасной насыщенность среды должна соответствовать возрастным особенностям детей ну и конечно же мы не должны забывать о содержании программы приобщать детей к культуре чтения к культуре чтения художественной литературы поощрять детское творчество это тоже одна из важных особенностей она помогает чувствовать красоту родного языка развивает образность речи дети которым с младенчества читают книги легко овладевают грамотно речью слушая сказки стихи ребенок усваивает готовые языковые формы воспринимать словесные образы знакомиться с новыми понятиями в результате его речь становится чище богаче и выразительнее детская книга она рассматривается как средство умственного нравственного ну и конечно же эстетического воспитания по сути литературное произведение дает готовые языковые формы словесные характеристики образа ну и определение которое в общем-то ребенок в дальнейшем может оперировать таким образом у детей формируется умение слушать понимать речь обогащается развивается монологовая речь интернационная ее сторона ну и конечно же над выразительностью мы тоже можем с помощью художественной литературы работать но эта работа должна быть все-таки кропотливая и ежедневная совместная деятельность под руководством взрослых ну и еще раз обращу внимание конечно же это работа с родителями работа по развитию речи и речевого общения детей как дошкольного так и школьного возраста должна проводиться не только в условиях образовательных организаций детских садов школ но и в семье родители ну просто обязаны заниматься с детьми в соответствии с задачами речевого развития детей ну и конечно же учитывая возраст ребенка эффективное развитие связанной речи в семье возможно при умении родителей строить общение со своим ребенком учитывать индивидуальные особенности детей и наша с вами задача их научить показать помочь поэтому в общем-то родительские собрания для этого и необходимы почему бы не пообщаться с родителями научить их показать познакомить с этими проблемами только в тесное взаимодействие детского сада и семьи можно решить проблему речевого развития наших с вами детей то есть вот этих три составляющие компонента семья педагог и ребенок помните что взаимодействие педагога и семьи может решить данную проблему родители в общем-то они должны помнить что чем богаче и правильнее речь ребенка тем будет ему легче в будущей жизни процессе обучения школы ему будет проще учитывать что учитывать то что плохая речь может сильно отразиться и на грамотности а в дальнейшем из устной речи может перерасти в письменную речь в письменной речи мы можем увидеть вот эти недостатки устной речи ну и хотел бы привести буквально несколько подытожить наш с вами разговор в первую очередь это эмоциональное общение с ребенком с момента его рождения даже раньше когда ребенок лежит в животике у мамы в этот период следует уже разговаривать следует уже читать произведения слушать музыкальные произведения дальше следующее уметь разговаривать с детьми разговор постоянное общение внимание на свою собственную речь на речь детей спокойная четкая внятная речь должна присутствовать не забывать что ребенок в первую очередь учится говорить у нас с вами у тех людей которые его окружают поэтому следить за своей речью и за ее правильностью если вы заметили что ребенок произносит неправильно может быть у него возникают проблемы с речью не бойтесь обратиться к специалистам в большинстве случаев на практике я вижу что иногда даже родители в ужасе когда в общем вот особенно медико-психолога педагогическая комиссия когда вот в этот период организуется некоторым родителям даже как будто бы открывают глаза да вы что да у меня да у моего ребенка не может быть таких даже проблем поэтому вот информация родительские собрания консультации для родителей они будут все-таки носить информационный характер и я думаю что родители будут перенимать да вот тот опыт который будет предложен нам предложен педагогам читать чаще читать с ребенком проблема чтения от проблемы чтения у нас в дальнейшем проблема развития речи обогащения словарного запаса нежелания ребенка общаться с книгой чтение на ночь играет важную роль в развитии речи ребенка он усваивает новые слова обороты в конце концов он чувствует плечо мамы да плечо родителей вот достаточно сказать что пять минут перед сном почитать произведение да сказку может быть пообсуждать какое-то стихотворение дает положительный результат следующее это заучивание с детьми стихотворение тренировка не только выразительности речи но и памяти тренируем детей произношение чистоговорки скороговорки улучшает произношение а в дальнейшем в школах это работа над пословицами над поговорками артикуляционные вот эти вот разминки которые тоже помогают разогреть артикуляционный аппарат учить детей отгадывать и загадывать загадки это тоже достаточно интересно забавно и необходимо потому что на примере отгадки вот вы если взрослый загадываете загадку то ребенок отгадывает а теперь давай мы попробуем с тобой сочинить загадку называть те характерные особенности того или иного предмета который будет являться отгадкой описание а в дальнейшем это работа по частям речи прилагательным обязательно при этом надо спросить у ребенка догадался он а как ты думаешь а почему то есть его вынуждать строить свою речь дальше развитие мелкомоторики еще раз повторюсь так как мы с вами подытоживаем наш с вами разговор вот перебирание бусинок почему золушка занималась перебиранием чечевицы да вот круп игра песочницы нанизывание бусинок нанизывание пуговиц все это как раз будет способствовать развитию речи детей еще раз скажу что речь наших детей находится на фалангах пальчиков организовывать совместные выезды на прогулку на природу на экскурсии посещение музеев обсуждение картин обсуждение кинофильмов то есть совместное проведение с детьми времени ну и конечно же нужно помнить что каждый ребенок уникален и принадлежащий поддержке и ресурсах он может преуспеть в развитии речи а главное все-таки любить наших детей ну и конечно же помогать им в развитии речи огромное спасибо за внимание готова ответить на ваши вопросы сейчас я поднимусь по чату вверх и посмотрю какие были вопросы ой ну география конечно у нас шикарная с вами уважаемые коллеги меня это радует презентации к сожалению не будет из-за некоторых казусных моментов извините коллеги некоторые родители ждут определенного возраста ждут что ребенок сам заговорит не нужно прибегать к помощи специалистов слишком рано ждут дошкольного возраста но чаще всего родители да мы в общем-то с вами тоже ведь являемся родители поэтому да вот переступил порог детского сада вот вы педагог вы и занимаетесь и воспитанием и раз во всех областях оказывается нет конечно же надо привлекать как можно больше в эту деятельность родителей обязательно конечно и не ждать когда будут большие трудности они действительно большие разные языки отражают культуру особенности конечно же конфликты могут возникать да но я вот сегодня об этом говорила да если одна культура считает другой да-да-да все то есть угроза есть и еще у таких детей кстати у билингвов двуязычных детей бывает агроматизмы да дисграфия агроматизмы где особенно это проявляется в несогласованности слов предложений то есть связанная речь в дальнейшем в школьном обучении в школьном образовании встречается вот да грамматизм у таких вот семей дома мы разговариваем на родном языке в школу пришли государственный язык у нас русский поэтому мы требуем конечно же объясняться разъясняться ну и программа да либо это дошкольное образование либо это школьное образование в любом случае на русском языке поэтому вот появляются такие проблемы у детей в окончаниях в несогласованности а это конечно же влечет за собой и орфографические ошибки интересно большое спасибо уважаемые коллеги полезную нужную информацию благодарю 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 так скажите так скажите как прослеживается связь между речью и эмоциональным развитием как речевое развитие влияет на эмоциональное развитие ребенка и наоборот ну вот возможно вы подключились чуть позже я приводила примеры когда в общем-то вот это давление со стороны взрослых вот либо они ждут когда ребенок начнет сам говорить это раз дальше когда ребенок пытается встрять разговор взрослых не мешая мы сейчас разговариваем только со взрослыми то есть это с одной стороны конечно же и культура общения вот когда разговаривают взрослые нельзя вмешиваться да но вот не зная этого бывают такие случаи что родители просто-напросто обрывают его да поэтому и эмоциональность ребенка гаснет он уходит в себя он становится замкнутым еще одна проблема кстати вот тоже связана с развитием речи такие детям часто болеют и работа с логопедом она же систематичная вы же обычно должны это представлять понимать вот логопеды вроде бы поставят звук но нужна ведь отработка а кто кроме родителей конечно же повседневной жизни отработать звук поставленный логопедом может родитель может воспитатель конечно же воспитатель старается делать вот а А со стороны родителей нет обратной связи. Поэтому вот ребенок, может быть, заболел, его недели не было, может быть, его две недели не было, и опять поставленный звук логопедом, он теряется, и педагогам снова приходится возвращаться. То есть эмоциональный настрой, эмоциональная поддержка, как раз она отражается именно на развитии, на речевом развитии. Так, презентацию, пожалуйста, можно попросить. Еще раз повторюсь, из-за одной не очень хорошей ситуации я воздержусь от загрузки презентации. Так, огромное спасибо вам за внимание, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Зоя Семеновна, благодарю. Да, вот и Галина Зырянская тоже говорит, что да, это беда, двуязычие, билингвизм вот этот вот, да, это огромная беда. Кстати, возможно, если будет такая возможность, эту тему я подниму. Огромное спасибо, дети с аутизмом могут разговаривать нормально, пусть с небольшой задержкой речи. Так, не всегда, Виктория, не всегда это бывает, но я говорю, это всегда индивидуально. И здесь еще есть ведь особенности личей. Мальчишки чуть позже начинают говорить. Вот достаточно всего лишь месяца, полтора на то, чтобы речь запустить. От, может быть, слов перейти к фразам, а может быть наоборот. Ну вот, наблюдая за практикой, наблюдая за тем, что я вижу, бывает, конечно, вот случай, когда прорывает речь, бывает такое. Все это очень индивидуально. Надо работать все-таки с коллективом, коллективом специалистов. Не только педиатр, но и психолог обязательно, да, нужно проверить, направление взять, делать кардиограмму коры головного мозга, да, вот, и отоларинголог. То есть в скопе надо все-таки работать коллективно, чтобы действительно решить эту проблему. Наиболее эффективно это все-таки встречи с родителями. Если детский сад на прогулке, забирают детей родители, можно пообщаться. Если вы хотите коллективом, то, конечно, это родительские собрания. Это привлечение родителей в мероприятия, в создание мероприятий, в создание каких-то проектов. Поэтому все-таки любые средства хороши. Для одной группы родителей это подойдет, для другой группы родителей не подойдет. Поэтому те методы, которые были устаревшими, ну, вот, родительские собрания, ну, вы проведите в какой-то интересной форме, да, может быть, прогуляться по парку вместе с родителями, может быть, привлечь для создания какого-то театрализованного представления. Поэтому действительно нужно смотреть, на что родители больше откликаются. У педиатра нужно попросить, Оксана, все-таки направление, направление и к психиатру, и к нервопатологу, возможно. Поэтому здесь, в общем-то, однозначно, какие проблемы, в общем-то, да. Так, малыш не говорит. Ну, да, вот мальчик три года. Это, конечно, не очень хорошо. Так. Современные технологии, методы указали, как бы средства развития речи. Например, зная, что будет такой вопрос, вот, можно применять, конечно же, можно применять различные практические, словесные, наглядные методы, уважаемые слушатели. Вот, технологии современные. Ну, вот, я лекцию одну читала, поэтому посмотрите в комментариях, в предыдущую лекцию, связанную именно с речевой областью. Там я достаточно хорошо раскрыла этот вопрос. Вот, поэтому думаю, что ответ на данный вопрос вы найдете. Все, огромное спасибо, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Успехов вам в развитии речи наших с вами детей, потому что это будущее поколение, на которое мы будем с вами опираться. Удачи! Ну, и, конечно же, любить наших детей. Спасибо большое за внимание. Всего доброго! Продолжение следует... Продолжение следует...